Стивен Кинг 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 На востоке, за роскошными жилыми небоскребами, еле видны набитые людишками грязные трущобы, над которыми возвышается лес телевизионных антенн из нержавейки. Нет, здесь наверху жить лучше, чем там, на помойке. Он вернулся в квартиру, задвинул за собой дверь и направился в ванную понежиться под горячим душем. Через сорок минут он присел с бокалом в руке и, не торопясь, стал разглядывать коробку. За это время тень накрыла половину темно-красного ковра. Лучшая часть дня закончилась, наступал вечер. В посылке бомба. Разумеется, ее там нет, но вести себя надо так, как будто в посылке бомба. Он делает так всегда, именно поэтому прекрасно себя чувствует, не страдает отсутствием аппетита, а вот многие другие отправились на небеса, в тамошную биржу безработных. Если это бомба, то без часового механизма, никакого тиканье из коробки не доносится. С виду обычная коробка, но с каким-то секретом. Но вообще-то сейчас пользуются пластиковой взрывчаткой. Поспокойнее штука, чем все эти часовые пружины. Рэншо посмотрел на почтовый штемпель. Майами, 15 апреля. Отправлено пять дней назад. Бомба с часовым механизмом уже бы взорвалась в сейфе отеля. Значит, посылка отправлена из Майами. Его фамилия и адрес написаны этим угловатым почерком с обратным наклоном. На столе у бледного бизнесмена стояла фотография в рамке. На ней старая корга в платке, сама бледнее этого Ганса Морриса. Наискосок, через нижнюю часть фотографии, тем же почерком надпись. «Привет от мамочки, лучшего поставщика идей твоей фирмы». «Это что еще за идейка, мамочка?» «Набор «Убей сам»» Он сосредоточился и, сцепив руки, не шевелясь, разглядывал посылку. Лишние вопросы, например, откуда близкие Морриса узнали его адрес, не волновали раньше. Позже он задаст их Бейтсу. Сейчас это неважно. Неожиданно и как бы рассеяно, он достал из бумажника маленький пластмассовый календарь. Засунул его под веревку, которой была обвязана коричневая бумага, и клейкую ленту. Скотч отошел. Он немного подождал, наклонился, понюхал. «Ничего, кроме картона, бумаги и веревки». Он походил вокруг столика, легко присел на корточки, проделал все с самого начала. Серые расплывчатые щупальца сумерек вползли в комнату. Веревка более не придерживала бумагу, которая отошла с одной стороны. Там виднелся зеленый металлический ящичек с петлями. Рэншу достал перочинный нож, перерезал веревку. Оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано «Вьетнамский сундучок американского солдата Джо». И чуть пониже. 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами «Браунинг», 2 солдата с «Базуками», 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу – компания «Морриса» по производству игрушек «Майами, Флорида». Рэншу протянул руку и отдернул ее. В сундучке что-то зашевелилось. Он встал, не торопясь пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла. Включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался. Оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на 5. Крошечные пехотинцы, ростом сантиметра по 4, начали выползать через щель. Рэншу, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полевой армейской форме, в касках, с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на Рэншу. Глаза у них были не больше карандашных точек. 5, 10, 12, вот и все 20. Один из них жестикулировал, отдавая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку. Щель расширилась. Рэншу взял с дивана большую подушку и подошел к сундучку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку. Раздались негромкие хлопающие звуки. И Рэншу внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку. Пехотинцы попадали, от удара крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты. Раскрашенные в маскировочный зеленый цвет. Как для войны в джунглях. Негромкое пах-пах-пах донеслось до Рэнша. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечные вспышки пулеметных очередей. И почувствовал, как будто кто-то начал колоть его иголками в живот, правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов. Резкая боль ударила по пальцам. Брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальцы до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг, как слепни. Рэншус закричал от неожиданной боли в ноге. Один пехотинец стоял на его ботинке и бил Рэншус штыком в щекотку. На него смотрело крошечное, задыхающееся и ухмыляющееся лицо. Рэншу ударил его ногой. Маленькое тельце перелетело через комнату и разбилось о стену. Крови не было. Осталось лишь липкое пятно. Раздался негромкий кашляющий взрыв. Жуткая боль пронзила бедро. Из сундучка вылез пехотинец с базукой. Из ее дула лениво поднимался дымок. Рэншу посмотрел на свою ногу и увидел в брюках черную, дымящуюся дыру размером с монету в 25 центов. На теле был ожог. Он повернулся и через холл побежал в спальню. Рядом с его щекой прожужжал вертолет. Выпустил короткую пулеметную очередь и полетел прочь. Под рукой у Рэншу лежал револьвер Магнум 44, из которого в чем угодно можно сделать дыру, хоть два кулака просовывая. Он схватил револьвер двумя руками, повернулся и ясно понял, что стрелять придется по летающей мишени не больше электрической лампочки. На него зашли два вертолета. Сидя на постели, Рэншу выстрелил. И от одного вертолета ничего не осталось. Двумя меньше, думал он. Прицелился во второй. Нажал на спусковой крючок. Черт подери! Проклятая машинка дернулась! Вертолет неожиданно пошел на него по дуге. Лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Рэншу успел заметить пулеметчика, стреляющего точными короткими очередями, и бросился на пол. «Мерзавец! Целился мне в глаза!» Прижавшись спиной к дальней стене, Рэншу поднял револьвер, но вертолет уже удалялся. Казалось, он на мгновение застыл в воздухе, нырнул вниз, признавая преимущество огневой мощи Рэншу, и улетел в сторону гостиной. Рэншу поднялся, наступил на раненую ногу, сморщился от боли. Из раны обильно текла кровь. «Ничего удивительного!» мрачно подумал он. «Много ли на свете людей, в кого попали из базуки, а они остались в живых?» Сняв с подушки наволочку, он разорвал ее, сделал повязку, перевязал ногу, взял с комода зеркало для бритья, подошел к двери, ведущей в холм. Встав на колени, Рэншу поставил зеркало углом и посмотрел в него. Они разбили лагерь у сундучка. Крошечные солдатики сновали взад и вперед. Устанавливали палатки. Деловито разъезжали на малюсеньких, высотой сантиметров шесть, джипах. Над солдатом, которого Рэншу ударил ногой, склонился санитар. Оставшиеся восемь вертолетов охраняли лагерь, баражируя на высоте кофейного столика. Неожиданно они заметили зеркальце. Трое пехотинцев открыли огонь с колена. Через несколько секунд оно разлетелось на четыре куска. Ну ладно, погодите. Рэншу взял с комода тяжелую красного дерева коробку для разных мелочей, которую Линда подарила ему на Рождество. Взвесил ее в руке, подошел к двери, резко открыл ее и с размаху швырнул коробку. Так и бейсболист бросает мяч. Коробка сбила пехотинцев, как кегри. Один джип перевернулся два раза. Стоя в дверях, Рэншу выстрелил, попал в солдата. Но несколько пехотинцев пришли в себя. Одни, как на стрельбище, вели стрельбу с колена, другие попрятались, остальные отступили в сундучок. Рэншу показалось, что пчелы жалят его в ноги и грудь, но они выше. Может, расстояние слишком большое, но это не имеет значения. Он не собирается отступать и сейчас разберется с ними. Он выстрелил еще раз. Мимо! Черт, их подери, какие они маленькие! Но следующим выстрелом уничтожил еще одного пехотинца. Яростно жужжа, на него летели вертолеты. Крошечные пульки попадали ему в лицо, выше и ниже глаз. Рэншу расстрелял еще два вертолета. Отрежущий боли ему застило глаза. Оставшиеся шесть вертолетов разлетелись на два звена и начали удаляться. Рукавом он вытер кровь с лица, приготовился открыть огонь, но остановился. Пехотинцы, укрывшись в сундучке, что-то оттуда вытаскивали. Похоже, последовала ослепительная вспышка желтого огня, и слева от рэнша и стены дождем полетели дерево и штукатурка. Ракетная установка! Он выстрелил по ней, промахнулся, повернулся, добежал до ванной в конце коридора и заперся там. Посмотрев в зеркало, он увидел обезумевшего в сражении индейца с дикими перепуганными глазами. Лицо индейца было в потеках красной краски, которая текла из крошечных, как перчинки дырочек. Со щеки свисает лоскут кожи, как будто борозду пропахали. Я проигрываю сражение! Дрожащей рукой он провел по волосам. От входной двери, телефона и второго аппарата в кухне они его отрезали. У них есть эта чертова ракетная установка. Прямое попадание, и ему башку оторвет. Про установку даже на коробке написано не было. Он глубоко вздохнул и неожиданно хрипло выдохнул. Из двери вылетел кусок обгоревшего дерева величиной с кулак. Маленькие языки пламени олезали рваные края дыры. Он увидел яркую вспышку. Они пустили еще одну ракету. В ванную полетели обломки. Горящие щепки упали на коврик. Рэншу затоптал их. Через дыру влетели два вертолета. С яростным жужжанием они посылали ему в грудь пулеметные очереди. С протяжным гневным стоном он сбил один из них рукой. На ладони вырос чистокол порезов. Отчаяние подсказало выход. На второй Рэншу накинул тяжелое махровое полотенце. И когда тот упал на пол растоптал его. Рэншу тяжело и хрипло дышал. Кровь заливала ему один глаз. Он вытер ее рукой. Вот так, черт подери, вот так. Теперь они призадумаются. Похоже, они действительно призадумались. Минут пятнадцать все было спокойно. Рэншу присел на край ванны и принялся лихорадочно размышлять. Должен же быть выход из этого тупика. Обязательно! Обойти бы их с фланга. Он резко повернулся, посмотрел на маленькое окошко над ванной. Есть выход из этой ловушки? Конечно, есть! Его взгляд упал на баллончик сжиженного газа для зажигалки, стоявший на аптечке. Рэншу протянул за ним руку, сзади послышалось шуршание. Быстро развернулся, вскинул магнум. Но под дверь всего лишь просунули клочок бумаги. А ведь щель настолько узкая, мрачно подумал Рэншу, что даже они не пролезут. Крошечными буковками на клочке бумаги было написано одно слово. Сдавайся! Рэншу угрюмо улыбнулся. Положил баллон с жидкостью в нагрудный карман, взял с аптечки огрызок карандаша, написал на клочке ответ. «Чёрт-то с два!» и подсунул бумажку под дверь. Ему мгновенно ответили ослепляющим ракетным огнём. Рэншу отскочил от двери. Ракеты по дуге влетали через дыру в двери и взрывались, попадали в стену, облицованную бело-голубой плиткой, превращая её в миниатюрный лунный пейзаж. Рэншу прикрыл рукой глаза. Шрапнелью полетела штукатурка, прожигая ему рубашку на спине. Когда обстрел закончился, Рэншу залез на ванну и открыл окошко. На него смотрели холодные звёзды. За маленьким окошком узкий карниз. Но сейчас не было времени об этом думать. Он высунулся в окошко, и холодный воздух резко, как рукой, ударил его по израненному лицу и шее. Рэншу посмотрел вниз. Сорок этажей. С такой высоты улица казалась не шире полотна детской железной дороги. Яркие мигающие огни города сверкали внизу сумасшедшим блеском, как рассыпанные драгоценные камни. С обманчивой ловкостью гимнаста, Рэншу бросил своё тело вверх и встал коленями на нижнюю часть рамы. Если сейчас хоть один из этих слепней вертолётиков влетит в ванную через дыру и хоть раз выстрелит ему в задницу, он с криком полетит вниз. Ничего подобного не произошло. Он извернулся, просунул в окошко ногу. Через мгновение Рэнша стоял на карнизе. Стараясь не думать об ужасающей пропасти под ногами, о том, что будет, если хоть один вертолёт вылетит вслед за ним, Рэнша двигался к углу здания. Осталось четыре метра. Три. Ну вот, дошёл. Он остановился, прижавшись грудью к грубой поверхности стены, раскинув по ней руки, ощущая баллон в нагрудном кармане и придающий уверенность вес магнума за поясом. Теперь надо обогнуть этот проклятый угол. Он осторожно поставил за угол одну ногу и перенёс на неё вес тела. Теперь острый как бритва угол здания врезался ему в грудь и живот. Боже мой! Пришла ему в голову безумная мысль. Я и не знал, что они так высоко залетают. Его левая нога соскользнула с карниза. В течение жуткой бесконечной секунды он покачивался над бездной, отчаянно размахивая правой рукой, чтобы удержать равновесие, а в следующее мгновение обхватил здание с двух сторон, обнял как любимую женщину, прижавшись лицом к его острому углу, судорожно дыша. Мало-помалу он перетащил за угол и левую ногу. До террасы оставалось метров девять. Еле дыша он добрался до неё. Дважды ему приходилось останавливаться. Резкие порывы ветра грозили сбросить его с карниза. Наконец он схватился руками за железные перила, украшенные орнаментом. Рэншо бесшумно залез на террасу, через стеклянную раздвижную дверь заглянул в гостиную. Он подобрался к ним сзади, как и хотел. Четыре пехотинца и вертолёт охраняли сундучок. Наверное, остальные с ракетной установкой расположились перед дверью в ванную. Так, резко, как полицейские в кино или телефильмах, ворваться в гостиную, уничтожить тех, что у сундучка, выскочить из квартиры и быстро на такси в аэропорт. Оттуда в Майами. Там найти поставщика идей. Мамочку Морриса. Рэншо подумал, что, возможно, сожжёт ей физиономию из огнемёта. Это было бы идеально справедливым решением. Он снял рубашку, оторвал длинный лоскут от рукава, бросил остальное и откусил пластмассовый носик от баллона с жидкостью для зажигалки. Один конец лоскута засунул в баллон, вытащил и засунул туда другой, оставив снаружи сантиметров 12 смоченной жидкостью ткани. Рэншо достал зажигалку, глубоко вздохнул, чиркнул колёсиком, поджёг лоскут. С треском отодвинул стеклянную дверь и бросился внутрь. Роняя капли жидкого пламени на ковёр, Рэншо бежал через гостиную. Вертолёт сразу же пошёл на него, как камикадзе. Рэншо сбил его рукой, не обратив внимания на резкую боль, распространившуюся по руке. Вращающиеся лопасти разрубили её. Крошечные пехотинцы бросились в сундучок. Всё остальное произошло мгновенно. Рэншо швырнул газовый баллон, превратившийся в огненный шар, мгновенно повернулся и бросился к входной двери. Он так и не успел понять, что произошло. Раздался грохот, как будто стальной сейф скинули с большой высоты. Только этот грохот отозвался по всему зданию, и оно задрожало, как камертон. Дверь его роскошной квартиры сорвала с петель, и она вдребезги разбилась о дальнюю стену. Держась за руки, мужчина и женщина шли внизу по улице. Они посмотрели наверх, и как раз увидели огромную белую вспышку, словно сразу зажглась сотня прожекторов. «Кто-то сжёг пробки», предположил мужчина. «Наверное...» «Что это?» спросила его спутница. Какая-то тряпка медленно и лениво падала рядом с ними. Мужчина протянул руку, поймал её. «Господи, мужская рубашка, вся в крови и в маленьких дырочках!» «Мне это не нравится», занервничала женщина. «Поймай таксиров. Если что-нибудь случилось, придётся разговаривать с полицией, а я не должна быть сейчас с тобой». «Разумеется». Он огляделся, увидел такси, свистнул. Тормозные огнемашины загорелись. Мужчина и его спутница побежали к такси. Они не видели, как у них за спиной, рядом с обрывками рубашки Джона Реншу, приземлился листочек бумаги, на котором угловатым, с обратным наклоном почерком, было написано «Эй, детишки, только в этом вьетнамском сундучке! Выпуск скоро прекращается! Одна ракетная установка, 20 ракет-твистер класса «Земля-воздух», один термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора». Стивен Кинг Поле боя Рассказ читал Олег Булдаков Июнь 2013 года Олег Булдаков Конец Субтитры создавал DimaTorzok